21-22 мая на трассе Нижегородское кольцо состоялся второй этап Гран-при РДС сезона 2022 года. Как и другие трассы, на которые приезжает серия, N-Ring не оставил без сюрпризов ни зрителей, ни пилотов. Крэши, поломки, яркий подиум и очередное подтверждение тому, что в этом сезоне изучать турнирную таблицу мы будем очень внимательно. Всем привет! Если вы смотрели трансляцию или внимательно следили за тем контентом, который мы публиковали в ходе этапа, то вы примерно знаете, что происходило в прошедший уикенд. Сегодня же вместе с нашими пилотами и судьями мы постараемся рассмотреть все чуть подробнее. Главными героями уикенда Гран-при российской дрифт-серии в Нижнем Новгороде стали пилоты Форвард Авто, изменившие своими победами расклад в турнирной таблице главного чемпионата страны по дрифту. Сразу два представителя красноярской команды вновь оказались на подиуме РДС-ГП-2022. Коллектив одержал победу в командном зачете, ну а Георгий Чевчан подтвердил статус рекордсмена Нижегородского кольца. Это была уже седьмая победа на Нижегородском кольце для Чевчана, и больше него на этой трассе никто в РДС не выигрывал. На втором месте в ходе Нижегородского этапа оказался Дмитрий Ермохин, а третья ступенька подиума досталась Роману Тивадару. В топ-3 командного зачета попали Форвард Авто, набравший 398 очков, Биуай Моторспорт, которые получили 281 балл, и команда Фейл Крю Дарксайд, которая увезла с Н-ринга 268 баллов. Тот результат, который сейчас есть, это, наверное, на данный момент пока лучшая комбинация, которая прошла. Первый день соревнований, 21 мая, лидером квалификации стал представитель команды Сентек Фрэш Автодрифт Евгений Лосев, набравший 98 баллов. С этой же суммой баллов квалифицировался и Аркадий Цереграцев, а победитель этапа Георгий Чевчан получил 97. До начала квалификации выяснилось, что по техническим причинам в ней не смогут принять участие Алексей Вахтин и Евгений Ружейников, автомобиль которого всем известный под именем Донна вновь не смог подружиться со своим мотором, уже третьим в этом году. Соответственно, в стартовый створ второго этапа попало 26 пилотов. Квалификация, как обычно, была разбита на 4 группы в соответствии с позициями гонщиков в общем зачете. В ходе этого субботнего соревновательного блока мы увидели и нули с разворотами, и ошибки, которые вызвали множество вопросов как у зрителей на трибунах, так и в чате трансляции на РДСТВ, и невероятно яркие проезды, которые и сами пилоты потом в поддоте обсуждали еще очень долго. В этот раз прошли квалификационный этап все, кто на него выехал. Как нам и обещал в недавнем новостном выпуске его менеджер Данила Скоробогатов, подружился со своим автомобилем Иван Никулин, который на МРВ отличился двумя нулями. В этот раз за свои два проезда он получил 64 и 74 балла, обеспечив себе выход в топ-32 прямиком в пару к Федору Воробьеву. Федору, кстати, Жигацарь в первой попытке помогла завоевать отличные 80 баллов, а потом пилот с легендарным дрифт-автомобилем упали аж до оценки 60. Подробнее изучить турнирную таблицу по итогам двух этапов вы можете на сайте вдрифте.ру в разделе «Результаты». В целом, ни одна из групп квалификаций заскучать не дала ни нам, ни комментаторам в соцсетях, для которых многие оценки стали настоящим поводом устроить баталии в интернете. Имя Ромы Тивадара столько раз упоминалось в наших социальных сетях, что кажется, мы достигли нового рекорда, а выход пятиминутного описания судейского задания на этом канале накануне этапа не спас нас от обилия вопросов по баллам, которые были выставлены пилотом. Начались парные заезды с Байрана Жени Лосева, который просто спокойно прокатился по трассе. Это моя одна из самых любимых трасс после Красного Кольца. И на ней есть такие маленько нелогичные приемы физики. И для пилотов это немножко сложновато и интересно с этим разбираться. Первый же именно парный заезд выполнили Владислав Шубадеров и Степан Азаров. В первом акте оба пилота косячили от души, особенно Владислав в разных местах, практически доходя до выпрямлений. Владислав после своего отсутствия на МРВ из-за проблем с двигателем, который мы уже обсуждали на канале, вообще стал настоящей сенсацией этапа. Обо всем этом я расскажу вам в подробном обзоре этапа на РДС-ТВ. Он будет доступен совершенно бесплатно и без регистрации. Ссылку на него вы можете найти в описании к видео. В обзоре вас ждут эксклюзивные интервью с пилотами и судьями, сравнение заездов на основе закрытой системы Drift Dynamics, а главное – ответы на все ваши вопросы по судейству на этом этапе. Третий этап РДС-GP состоится на подмосковной трассе ADM Raceway 2-3 июля, а в июне 18-19 числа на этой же трассе в Мячково пройдет и второй этап РДС-Европа. Все подробности о соревнованиях внизу в описании к видео. Скорее бегите смотреть обзор и пропитываться атмосферой GP, ведь до следующего этапа нас ожидает крайний продолжительный перерыв, который мы, впрочем, постараемся сделать для вас максимально интересным. Подписывайтесь на наши социальные сети и до скорой встречи, друзья! С вами была команда российской дрейф-серии. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok